Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня». В гостях у нас сегодня главный редактор газеты «Всемирные Одесские новости» Алла Гудзенко. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Мы, одесситы, любим традиции. И действительно, традициями мы иногда наделяем совершенно новые вещи, которые появились не так давно. И для многих из нас в памяти появление газеты «Всемирные Одесские новости» — это, собственно, атрибут уже нового времени в связи с появлением Всемирного клуба одесситов. Хотя на самом деле это уже традиция. Хорошая традиция. Газета существует, живет и развивается. Собственно, на сегодняшний день какие задачи стоят перед газетой? Потому что понимаю, что любое такое издание всегда развивается, всегда изменяется. Что на сегодняшний день, скажем так, нового? О газете «Всемирные Одесские новости» невозможно начать рассказ вне того, как она появилась 28 лет назад, как вы совершенно справедливо заметили, как одно из созданий Всемирного клуба одесситов. И Евгений Михайлович Голубовский, отец-основатель газеты, бессменный шеф-редактор газеты, вместе с президентом Всемирного клуба одесситов Михаилом Михайловичем Жванецким вдохнули жизнь в это издание. И поскольку мы с вами прекрасно знаем, опять же, как вы прекрасно отметили, что традиция — это наше все, мы видим, насколько жизнеспособной и жизнестойкой оказалась эта газета. Да, вот 30 лет многие издания за это время уже рождались и умирали много раз. Безусловно. На протяжении 28 лет газета «Всемирные Одесские новости» находит путь к сердцам и глазам и к умам читателей, причем не просто находят путь, она открывала, открывает и будет продолжать открывать для читателей новые имена, литераторов, краеведов, историков и тех, кто, казалось бы, некоторое время назад уже ушел в такое не в забвение, а во временный такой туман, туман, в котором эти имена терялись. Вот вспомним о тех проектах, которые сделал и Евгений Михайлович Голубовский, восстановивший для памяти одесситов, скажем, таких литературных гигантов, ведь это именно его стараниями была издана книга Жаботинского «Пятеро», как один из вариантов. Еще один проект, не совсем относящийся, не реализованный на страницах газеты, но тот, которому газета помогала, это памятник Бабелю. Именно газета была одним из инициаторов сбора денег на памятник Бабелю, и вот он стоит в Одессе. То есть, таким образом, роль газеты не только отражает на своих страницах тексты, но и быть вдохновителем каких-то инициатив, связанных с традициями, присущими городу. Вот, собственно, да, это действительно часть жизни города, но ведь аудитория газеты, обычно газеты это все-таки местные здания, рассчитаны на какую-то территорию, а аудитория газеты гораздо шире на сегодняшний день. Что это? Кто ее получатель или кто читатель? Ой, это прекрасный вопрос, потому что у газеты «Всемирные одесские новости» при ее небольшом тираже в бумаге существуют читатели, имеющие возможность познакомиться с ее контентом, с ее содержанием на сайте Всемирного клуба «Одесситов». Потому что все уже 103 номера газеты за 28 лет выложены на сайте Всемирного клуба, и их там можно пролистать, почитать, ознакомиться с теми находками и открытиями, которые присущи каждому номеру. И, отвечая на вопрос, кто читатели, знаете, есть такая маркетинговая уловка, когда говорится «на журнал читают 38 человек, это бабушка, дедушка, еще кто-то». В данном случае здесь не нужны никакие маркетинговые уловки, потому что у Всемирного клуба «Одесситов» есть 14 филиалов. И это удивительное образование точно так же, как удивительно признание себя одесситом. Ведь по выражению Михаила Михайловича Жванецкого, одесситы бывают рассеянные и сосредоточенные. Вот сосредотачиваются они во Всемирном клубе одесситов, рассеянные они могут быть по всему миру. И вот эти 14 филиалов – это места, в которых объединяются одесситы, чувствующие себя таковыми, независимо от географии их сегодняшнего проживания. Безусловно, они являются и читателями, и авторами. Что интересно. Вот об авторах чуть позже, но все-таки. Мне кажется, что газета призвана обеспечить какую-то преемственность поколению. Ведь были знаменитые газеты «Наши местные» одесские еще с начала прошлого века. И там как раз они были той самой стартовой площадкой для знаменитых писателей, которые потом прославились на весь мир. На сегодняшний день эта газета также является такой стартовой площадкой. Конечно. И опять же, это одна из... Вот смотрите, стратегическая, если можно говорить о газете литературной и культурной, что у нее есть стратегическая линия, безусловно, любое издание имеет такую линию. Так вот, главной линией этой газеты является лозунг, придуманный когда-то Георгием Голубенко, известным одесским драматургом, членом Всемирного клуба Одесситов, Одесситы всех стран, соединяйтесь. Вот это стратегия газеты. И вот в рамках этой линии новые литературные дарования, конечно же, на страницах газеты продолжают появляться. Это одна из тех тем, которые Евгений Михайлович Голубовский всегда на протяжении 28 лет уделял огромное, и продолжают уделять огромное внимание этой теме. И литературный клуб «Зеленая лампа», который пришел на смену к вопросу о преемственности, который пришел на смену бывшему когда-то в Одессе литературному клубу поэта Юрия Михайлика, который сейчас живет в Австралии, но не перестает чувствовать себя ни поэтом, ни одесситом. И клуб «Зеленая лампа» не то чтобы наследует клубу Юрия Михайлика, он продолжает традиции когда-тошнего клуба «Зеленая лампа», бывшего в Одессе более чем 100 лет назад, то есть воспитывает юные дарования. И вот эти юные дарования находят… Ну, юные, да, это условно юные дарования, они разного совершенно… Современные дарования, скажем так. Да, да, они совершенно разного возраста. Конечно, они находят себе место на страницах газеты, и газета является для них стартовой площадкой. Вот, скажем, из тех материалов, которые здесь есть в этом номере, в 103-м номере, шеф-редактором которого является Евгений Михайлович Голубовский, и редактирование, которого он поручил мне, вот в этом номере есть материал «Десять ночей грез». Это прекрасное, совершенно уникальное издание, о котором уже не один раз говорилось в эфире, но мне кажется, почему бы еще раз не сказать об уникальной книге. Да, 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 уникальная книга, в которой членами клуба «Зеленая лампа» Майя Демерли и еще рядом авторов осуществлен перевод японского классика на три языка, которые перетекают друг в друга, которые создают такую органическую полифонию смыслов и ритмов. Это проиллюстрировано прекрасной графикой, и работа над этим изданием тоже была всемирной. То есть одесситы ряда стран сплотились над этой работой, и в итоге мы получили прекрасное издание, которое обогатило книжные полки не только города, но, в общем-то, и целого ряда городов. Вот эта преемственность поколения, она действительно существует на страницах газеты, но, как вы говорите, она существует и в цифровом варианте. Вообще, если говорить о том, что на сегодняшний день на дворе 21 век, и вообще выживание, в общем-то, бумажной газеты для многих изданий остается под большим вопросом. Вот как вы видите в дальнейшем развитие формата издания? То есть все-таки это должно быть бумажное издание, либо сегодня надо осваивать новые площадки, завоевывать новую аудиторию. Вообще, нужно ли завоевывать новую аудиторию, либо вас устраивает та аудитория, которая у вас есть? Вы знаете, есть хорошее выражение относительно работы над любым долговременным проектом, что это езда на двухколесном велосипеде. Как только ты перестаешь... Стоит остановиться? Конечно. Как только ты перестаешь крутить педали, то все останавливается. Поэтому, безусловно, у новых авторов могут появляться новые читатели. Это необходимо. Это также необходимо, как и то, что у новых авторов должны быть те читатели, которые читали газету. Именно в этом преемственность поколения. Что касается чисто фактических вещей, цифрового формата, нельзя не вспомнить о том, что одной из рубрик газет является прекрасный цифровой проект, который существует у Всемирного клуба одесситов уже на протяжении 10 лет. Этот проект они оставили свой след в истории Одессы. За 10 лет в этом проекте более 6 тысяч электронных страниц, более 400 биографических материалов. И когда этот проект стартовал, опять же, Евгений Михайлович Голубовский был одним из главных редакторов, который подхватил этот проект. И сегодня, как я уже сказала, 400 биографий есть в цифровом виде, а всего более тысячи биографий известных людей восстановлены благодаря этому проекту. Этот проект живет в цифровом виде, он имеет отражение на страницах газеты. И мне кажется, что, руководствуясь прецедентом этого проекта, точно так же можно продолжать работу и с газетой «Всемирные одесские новости». То есть, имея свое отражение на сайте клуба, она может жить в цифровом виде на просторах интернета. Кроме того, есть еще один формат, который был нами опробован и найден удачным во время презентации газеты – это устные чтения. Это, да, вот как все новое, это хорошо забытое старое. То есть, устные чтения – это не сегодняшняя выдумка, это известная. Она находит… Это тоже, можно сказать, дань традиции. Безусловно, да. Она находит отражение как, допустим, в поэтических битвах, в которых принимали участие Маяковские, etc., так и в тех слэмах, которые проводят сегодняшние поэты. А это устные прозаические чтения, когда авторы газеты на презентации имели возможность не только послушать редакторов, которые рассказали о том, да, то есть, о истории и о, там, какие виды на будущие номера у газеты. Каждый из авторов смог выступить, вкратце рассказать о том, что его вдохновило в работе над материалом и о чем бы он еще хотел написать. И вот это соединение авторов в зале и возможность каждого из них услышать друг друга, при этом Всемирный клуб Одессита ввел трансляцию. Вот, и это есть в интернете. Вот такая синергия технологий живых человеческих энергий, мне кажется, она, конечно, на пользу изданию. Безусловно. Ну, вот у любого издания все-таки на сегодняшний день все стремятся идти в ногу со временем, все стремятся держать руку на пульсе. И любое издание имеет, наверное, информационную составляющую. Вот, а она есть также и у одесских новостей, но несколько, скажем так, в ином формате. То есть, вот какой формат вы преследуете, учитывая, собственно, аудиторию? То есть, каким образом вы стараетесь информировать людей о современной жизни города? Мы прекрасно понимаем, что культура, литература, искусство, они в известном смысле являются отражением, да, каких-то реальных секторов, происходящих в той или иной области жизни. Учитывая, что публикой, ну, читающей публикой газеты является как интеллигенция внутри города, так и те люди, которые географически не являются одесситами, но все равно радеют и болеют за этот город, хочется, чтобы они услышали информацию, которая уже успела, ну, вот, несколько отфильтроваться на страницах газеты за то время, когда газета готовится к эфиру. То есть, с учетом того, что есть какие-то сиюминутные новости, очень важные для жизни города сегодня, а есть какие-то вещи, которые являются интересными и за рубежами, да, и получая эту информацию, люди себе представляют, на что они могут ориентироваться. Вот, например, в этом номере мы даем анонсы, в частности, и это анонсы о монете, которую Национальный банк Украины планирует выпустить в честь известного одессита, одного из основоположников ракетостроения, Валентина Глушко. В этом году его юбилей. Да, об этом сообщает сайт Нацбанка. С 1 по 10 июля проведет международный фестиваль Одесса Классик. В мае гостей ждет Одесский международный фестиваль средневековой культуры Пороховая башня. То есть, темы, которые могут быть интересны для того, чтобы усилить туристический потенциал Одессы, да, для того, чтобы нашим гостям и тем людям, которые хотят стать гостями города, рассказать о том, что... Планируют, планируют, но никак не могут собраться, приехать. Так собирайтесь же и приезжайте, потому что все-таки одесситы всех стран, соединяйтесь. Это главный лозунг, под которым живет газета и цель которой объединять одесситов. Это очень важно. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Я желаю успехов в освоении новых форматов газеты и главное, действительно, сохранять традиции. Благодарю вас. Спасибо вам. Спасибо. Напомню, что в гостях у нас была. главный редактор газеты «Всемирно-Одесские новости» Алла Гудзенко.